Новая гражданская война. Спустя пять лет генерал-халиф Хафтар вновь пытается совершить переворот. На днях главнокомандующий ливийской национальной армии записал видеообращение. Она заглавлена как операция по освобождению Триполи. Хафтар отдал приказ своим войскам наступать на столицу страны. Причем сообщается, что ливийский народ якобы сам попросил положить конец власти боевиков и террористов в городе. А военные лишь выполняют просьбу. В Ливии сейчас царит двоевластие. На западе страну контролирует правительство национального согласия, которое сформировано при поддержке ООН и признано международным сообществом. На востоке парламент и армия Хафтара. С Божьей помощью мы продолжаем идти своим победным маршем. Продолжаем нашу борьбу. Сегодня мы, как и обещали, отвечаем на призыв наших людей в Триполи, пока их терпение не иссякло. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ливийской национальной армией. Военные ведут затяжную войну с боевиками. От них Хафтар и обещает очистить страну. Фельдмаршал призвал жителей столицы сложить оружие. По мирным гражданам и иностранцам стрелять не будут. Армия Хафтара настроена решительно. Войска уже взяли под контроль город Гарьян в 100 километрах от Триполи. Город сдался без боя. Также установили власть в Сурмане. Командующий армии Халифа Хафтар отдал приказ очистить Триполи. Реальные войны действия начались и фельдмаршал лично следит за развитием событий. Мы приближаемся к столице, приказ получен и уже не будет отозван. Призываем сдаться и те, кто сложит оружие, будут в безопасности. Однако наша битва с террористами будет продолжена до конца. В пятницу днем Совет Безопасности ООН назначил экстренное закрытое заседание по просьбе Великобритании для обсуждения разворачивающихся событий. Генсек ООН встретился с Халифом Хафтаром в Бенгазе. Эксперты считают, что генерал не сможет пойти на Триполи, потому что бригады Миссураты располагают внушительным арсеналом оружия и обладают большими возможностями, чем военные силы Хафтара. Тем не менее, есть опасения, что после штурма столицы начнется новая гражданская война. Это может произойти после столкновений с войсками, которые лояльны Фаезу Сараджу, премьер-министру правительства национального согласия. Он отдал приказ применить силу в случае необходимости. Вот официальное сообщение МВД. Министерство объявляет высшую степень чрезвычайного положения и приказывает всем службам безопасности твердо противостоять любым попыткам подорвать безопасность столицы. Наступлением на Триполи Хафтар хочет усилить политическое и военное давление и помешать национальной конференции. Ее организовала миссия ООН в Ливии во главе с Гасаном Саламой. Встреча пройдет в середине апреля в ливийском городе Гадамес. На конференции должны установить сроки проведения парламентских и президентских выборов. По их результатам будут сформированы легитимные и общепризнанные органы власти. У меня на этом все. Спасибо, Гульнара. Спасибо.